МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале АТВ-2 вы смотрите новости общественного телевидения Наукограда в студии Антонина Лемкова. Евгения Андреев, здравствуйте. Сначала коротко о главных темах выпуска. Больше сотни бейских выпускников могут остаться без аттестата. Результаты ЕГЭ по математике удручают. Полицейский пёс с красным дипломом. Накануне Дня кинолога знакомим вас с образцовым тандемом шцищиков. Уникальное вещество от бейских учёных начнут применять алтайские производители. Однако исследования продолжаются. А теперь об этих и других событиях расскажем подробнее. Стоимость бензина в Алтайском крае поползла вверх. На стеллах большинства автозаправочных станций обновились ценники. В среднем стоимость топлива самых популярных марок увеличилась на 50 копеек за литр. Литр бензина АИ-92 на заправке Роснефть теперь стоит 30 рублей 20 копеек. На автозаправках «Газпром», «Бензин» этой же марки на 10 копеек дороже. АИ-95 на Роснефть подскочил в цене до 32 рублей 20 копеек за литр. На заправке «Газпром» нефть до 32 рублей 45 копеек. Вслед за нефтяными компаниями на 30-40 копеек скорректировали свои цены и независимые операторы. Причиной изменения ценников на алтайских заправках стал резкий рост цен на оптовом рынке топлива. Обычно цены росли в месяц не более чем на 1000 рублей за тонну топлива. Но за последние две недели оно прибавило в стоимости более чем на 3000 рублей. И так по всем маркам бензина. Объяснений этой тенденции пока нет и сейчас не видно, чтобы цена откатывалась, говорят эксперты. Каждый четвертый выпускник «Бийска» завалил единый госэкзамен по математике. В этом году тест сдавали по новым правилам. Экзамен был разделен на базовый и профильный. Так вот, с последним у школьников возникли серьезные проблемы. Базовую математику, считаю, у нас выпускники сдали достаточно хорошо. Мы находимся на уровне края. Что касается профильной математики, то этот экзамен, он, конечно, оказался достаточно сложным, что, в принципе, объяснимо, потому что повысились требования к этому предмету. Ну и плюс, по сравнению с прошлым годом, конечно, минимальный балл, он выше. Если в прошлом году был 20 баллов, то в этом году 27 баллов. Этот экзамен в списке выпускных испытаний появился впервые. Профильный уровень включает задания базового, повышенного и высокого уровней сложности с краткими или развернутыми ответами. И проводится для поступающих в вузы, где в перечне вступительных экзаменов присутствует математика. В Бийске такую версию математики сдавали 816 выпускников. Порядка 200 с экзаменом они справились. Однако это не означает, что бийчане не усвоили эту дисциплину. Подобные результаты практически в каждом регионе страны. Средний показатель по России – 50 баллов. У тех, кто не смог преодолеть минимальный порог, есть шанс свои ошибки исправить. Пересдать предмет можно в резервный день 23 июня. Или попробовать свои силы уже в сентябре. Но в этом случае двери в вузы будут уже закрыты. Продан первый центнер декстраналя. Покупатели – алтайские производства. В создании этого уникального вещества принимали участие бийские ученые. Сегодня специалисты ФНПЦ продолжают исследование декстраналя и обдумывают свое участие в конкурсе «Молодые ученые Наукограда». Напомним, он организован в нашем городе по инициативе Александра Прокопьева. Тему продолжит Татьяна Синаренко. Декстраналь – продукт, инновационные первые разработки его велись еще 40 лет назад. И вот только в 2010-х ученые Бийска присоединились к работе новосибирцев и совместно добились результата, который впоследствии может иметь революционное значение в ряде областей. Наш продукт, именно декстраналь, сейчас за счет того, что он обладает хорошей биосовместимостью с организмом, его можно добавлять практически во все. Но мы сейчас рассмотрели пищевую область, косметическую область и медицинскую область. Во всех трех областях он показал хорошее действие. Мы попробовали декстраналь добавить в молочные закваски. То есть при культировании бактерий именно декстраналь является хорошей защитной средой. То есть это говорит о том, что в принципе декстраналь можно и перспективно применять в молочной, кисломолочной отрасли. Главное свойство декстраналя – антитоксичность. Основываясь на этом, наши ученые создали новый противотуберкулезный препарат. Сейчас он проходит только доклинические исследования. Впереди еще годы клинических испытаний, прежде чем готовое лекарство можно начать применять. Однако прорыв уже сделан. Проказывает противотуберкулезное средство, наши декстраналь, и в его состав входит декстраналь и изонеазит. Изонеазит – это уже общепринятый препарат для лечения туберкулеза. Но у него одно негативное и самое главное свойство – это токсичность высокая. То есть убивает полностью печень. Его там можно применять ограниченное количество раз. А ввод декстраналя в это вещество именно позволяет снять эту токсичность. То есть можно применять более длительно, ну и уже более эффективно. В этом году проданы первые 100 килограмм декстраналя. Его приобрели два бийских производства. Одни для биологически активных добавок, другие на его основе создадут новую инновационную косметическую линию. А бийские ученые продолжают исследование возможностей декстраналя, открывая все новые области для его применения. И обдумывают, с каким именно проектом они могут выступить в конкурсе «Молодые ученые Наукограда», который в нашем городе пройдет по инициативе депутата Госдумы Александра Прокопьева. До приема заявок остается еще больше месяца. Татьяна Свинаренко, Алексей Мельков. Новости ОТН. Бийского врача-терапевта улечили во взятничестве. Медицинский работник одной из городских поликлиник за денежное вознаграждение выдавал абсолютно здоровым студентам листы нетрудоспособности. Восемь эпизодов взятки и столько же служебного подлога. Следователям удалось собрать достаточно доказательств. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. К сотрудникам полиции поступило заявление от ректора одного из учебных заведений о том, что студентами предъявляются справки о временной нетрудоспособности, а у преподавателей имеются сомнения в том, что данные студента действительно болеют. Поэтому были проверены лечебные учреждения и был выявлен данный факт. С марта 2014 в течение года врач-терапевт неоднократно получал от граждан как лично, так и через посредника денежное вознаграждение. По данным дела, студенты ему платили за оформление фиктивных больничных. При этом даже осмотра врач не проводил. Тяжкое преступление выявили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Врач-терапевт свою вину признал в полном объеме. Отметим, что наказание за данное преступление довольно-таки суровое. Это штраф не менее 40-кратного размера суммы взятки, а также срок лишения свободы от 5 лет. Пенсионных удостоверений больше не будет. В нашем крае красные корочки для граждан, вышедших на заслуженный отдых, прекратят выдавать 1 июля. Это связано с новыми правилами обращения за пенсией в нашей стране. Конечно, они не отменяют уже имеющиеся на руках удостоверений. Теперь при выходе работника на пенсию он будет получать справку. Отсутствие твердой корочки никак не отразится на социальных правах граждан. Ведь по факту в ней даже не было фотографии. Пенсионные удостоверения никогда не являлись удостоверением личности. Отметим, что менять старые пенсионные удостоверения на новые справки не нужно. Почему бийские пенсионеры очень рады. А вот форма нового документа у большинства наших опрошенных отобрения не вызвала. Я бы не хотела даже и для молодых, которые пойдут только эти листочки. Легко можно потерять, правда. Практически нигде не показываю ее. Так что я пенсионер, в принципе. Но без разницы. Конечно, неудобно. Или пенсионные удостоверения корочки. Вот сейчас сходим в магазины. Обязательно надо предоставлять удостоверение. А справочку эту что? Ну, сносил 2-3 раза и все, от нее ничего не осталось. Так что, конечно, удостоверение, есть удостоверение. У них нет табельного оружия, да и форма им ни к чему. Однако, несмотря на все это, они сотрудники полиции. На этой неделе свой профессиональный праздник отмечают кинологи. Наша съемочная группа познакомилась с парой успешных сыщиков. Голос. 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 Овчарка по кличке Харт в Бийской полиции сотрудник молодой. Пес служит всего полгода. И всегда рядом с Александром Осокиным. На счету их тандема уже десятки раскрытых преступлений. Это и уличные грабежи, кражи и даже убийства. Я когда выезжаю на какие-нибудь места преступления, я сто процентов надеюсь на свою собаку. Я уже научен этим опытом. Собака – это мое оружие. Мне, в принципе, не нужно больше ничего, как только чтобы моя собака была здорова и хотела работать. А работать он хочет всегда, потому что он такой и есть, так его научили. У служебных собак специальность узкая. Одни занимаются поиском исключительно наркотиков, другие – взрывчатки. Харт с особыми навыками. Его профиль – поиск людей по следу. И образование есть соответствующее. Четвероногий полицейский пес прошел обучение в филиале ростовской школы. И закончил ее с красным дипломом. У него всегда есть такой азарт, то есть у него есть стремление к работе. Для него самая хорошая мотивация, его поощрение – это простая игрушка. И моя ласка, чтобы я с ним поиграл. И именно, чтобы он сильно на меня смотрит и зависит от меня. В каком я настроении, собака сразу тоже понимает, в каком настроении я к нему подхожу. То есть с каким я настроем. Если и хорошее у меня настроение, собака – это чувствую. И у собаки такое же настроение. Как бы если у меня плохое настроение, то и собака тоже старается. Ну, никак себя не проявляет, не лезет ко мне. То есть ведет себя просто пассивно. Как настрою собаку, так она и будет работать. Александр стать кинологом решил еще будучи в армии. Отслужив два года на границе, пришел в правоохранительные органы на должность младшего инспектора кинолога. И вот уже семь лет гоняется за жуликами. В прошлом году отправили на пенсию его четвероногого напарника после восьми лет службы. Но оставить товарища в питомнике совесть не позволило. Поэтому забрал к себе. Домой. Это как бы мой друг, я с ним проработал достаточно долгое время. И мне его жалко куда-то отдавать. И это как бы было бы с моей стороны предательство, если бы я бы его отдал кому-нибудь в чужие руки. А так он у меня дома живет, радуется. Харт для Александра тоже не просто коллега, но и друг. Преданный и понимающий. Ошибок в работе практически не допускает. След берет всегда точно и быстро. Но успешный результат поиска все же зависит от кинолога. Уметь понять собаку – пол-дела. Нужно правильно трактовать и реагировать на ее сигналы. А это возможно только при чувстве абсолютной и взаимной любви. Евгений Плохотин, Андрей Агрысков. Новости ОТН. На Алтае белые ночи теперь видят чаще, чем в Санкт-Петербурге. А причина банальная – это результат перевода времени. Мы несколько раз двигали часовые стрелки назад. И теперь у нас светает и темнеет раньше, чем обычно. Летом это стало особенно заметно. Бейчане сейчас обсуждают это и в социальных сетях. И по большей части встречаются негативные комментарии. Эти фото на сайте вбейский.ру выложил Артем Федотов. Первый снимок сделан ночью в 2.45. Второй – в 3.15. Как отмечает автор, лето с этой точки зрения для нас потеряно. Не надо всерьез задуматься и начать говорить на эту тему уже сегодня. Ведь это серьезное влияние на наш организм. Про экономические растраты даже говорить не хочется. Вопрос целесообразности перехода нашего края в другую часовую зону обсуждают депутаты Алтайского краевого законодательного собрания. Однако окончательное решение пока не принято. Дорогие друзья, давайте говорить о самых интересных и обсуждаемых новостях из мира социальных сетей. Естественно, новости должны быть связаны с Бийском и его жителями. Делитесь найденным или специально снятым и сфотографированным материалом на наших страницах в социальных сетях. Ждем все самое интересное. Мы завершаем выпуск новостей. Звонком от телезрителя. День рождения поселка отметили в Ленинговском. До нас дозвонилась Людмила Мельникова, директор Дома культуры. Добрый вечер, Людмила Владимировна. Здравствуйте. Расскажите о празднике. В поселке Ленинговский стоялся праздник в Майор-Сево. Отметили в 83-х веке своей малой родины. Артем в Майор-Сево культуры. После провозки в нашей местной художественной самодеятельности была организована выставка «Сево-Севое». Объявлен конкурс «Вести мое сево». Участники этих конкурсов были награждены ценными подарками. Праздник прошел в доброжелательной обстановке. Дрители и артисты получили массу удовольствия от совместного общения друг с другом. Примите наше поздравление. Процветание Леневскому и всех благ его жителям. Спасибо за звонок и до свидания. До свидания. Чтобы о таких важных событиях всегда узнавали зрители общественного телевидения Наукограда, нам нужна ваша помощь, дорогие селяне. Звоните в редакцию по телефону 31 10 50 и рассказывайте о своих новостях. Мы с огромным удовольствием беседуем с каждым. А новости на сегодня это все. Мы же на этом с вами прощаемся. И как всегда желаем приятного завершения вечера и всего доброго. Берегите себя и до встречи завтра. А прямо сейчас блок полезной информации. Не переключайтесь.